Всем привет! Меня зовут Илья Кизиров, и вы слушаете подкаст Русской службы и BBC «Что это было?». В нем, начиная с 24 февраля, мы говорим о войне и ее последствиях. Сегодня мы сделаем исключение и поговорим о том, что происходит в последние дни и даже в последние месяцы в Израиле. А там происходит беспрецедентного масштаба акции протеста из-за законопроекта о реформе судебной системы. Понедельник был днем общенациональной забастовки, и вечером в этот день премьер Израиля Бениамин Нетаньяху объявил о заморозке реформы до летней сессии Кнесета. Почему судебная реформа вызывает такие протесты, такое недовольство у израильтян? Сегодня мы поговорим об этом с политологом, прошлым дипломатом Михаилом Пелевертом. Он сейчас со мной на связи из-под Иерусалима. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте, Илья! Вы можете рассказать, как выглядели сами протесты? Кто в них принимал участие? Да, протесты продолжаются уже 13 недель. Они проходят практически во всех крупных городах. Хайфа, Нетания, Тель-Авива, Ждод, Иерусалим, Решон-Лицион и в других. В каждом городе протест выглядит чуть иначе. Это связано с демографией того или иного города. Если, скажем так, что в Тель-Авиве протесты в основном светские, а также в нем участвует большое количество представителей ЛГБТ-сообществ, то, например, в Иерусалиме протест более консервативный и среди митингующих можно увидеть гораздо больше религиозных людей, которые, несмотря ни на что, приходят протестовать против нынешнего консервативного правительства. Протест в Израиле оказался эффективным, в том числе из-за того, что в нем приняли участие очень влиятельные представители армейской, я бы сказал так, элиты. В Израиле действует обязательно призыв, и во многом армия основывается на резервистах, а не на срочниках. В Израиле есть резервисты, которые проходят службу и глубоко после 40, и 50-летние. Эти люди, на которых основывается в том числе и сила военно-воздушных сил Израиля, в какой-то момент они заявили, что отказываются проходить резервистскую службу в случае, если эти законы будут приняты. Это могло иметь очень большое влияние, негативное, на боеспособность израильской армии. Я думаю, что это сыграло очень большую роль в решении Нитанягу на время заморозить эту реформу. А можете вкратце объяснить мне суть реформы? Вкратце суть реформы заключается в том, что перед израильским обществом вынесено два принципиальных вопроса. Первый вопрос – это имеют ли право судьи отменять решение избранного парламента, при каких обстоятельствах, каким большинством и имеют ли в принципе. А другой вопрос – кто и как назначает судей. Имеют ли право политики выбирать удобных или близких себе по идеологии людей, или все-таки комиссия по назначению судей должна состоять из более, скажем так, объективных членов, и у политиков не должно быть решающего слова. Это два ключевых вопроса, которые раскололи израильское общество. Но, конечно же, я бы сказал, что раскол, поляризация гораздо глубже. Это, я боюсь, не вопрос о техническом назначении судей, а деление Израиля на два более не менее одинаковых по своей численности лагеря. Лагерь условно, скажем так, либералов и лагерь условно консерваторов. Кризис, быть может, сейчас достиг своего апогея, точки кипения, но начался он как минимум с 2018-19 годов. За последние четыре года Израиль прошел пять выборных циклов, у нас бесконечно сменялись правительства, и вот это брожение продолжается. Я предлагаю в этом, повторяю, видеть продолжение тех процессов, которые начались несколько лет назад. А можно на минуту вернуться к реформе? Я просто хочу понять, как вот сейчас выглядит судебная система страны. В Израиле нет конституции. У нас есть основные законы, которые в какой-то момент по задумке основателей государства должны были превратиться в полноценную конституцию, но до сих пор израильская политическая система не нашла в себе сил написать и прийти к какому-то общему знаменателю по поводу конституции. В этой ситуации, как вы понимаете, у суда есть возможность трактовать часть израильских законов по своему усмотрению. В ситуации, когда, повторяю, любое случайное большинство в парламенте может изменить закон, принять новый закон, отменить какой-либо параграф, признать то или иное действие конституционным или неконституционным. Очень часто арбитром при решении тех или иных вопросов, иногда очень административных, становится именно высший суд справедливости. Высший суд справедливости у нас является по сути и конституционным судом, даже несмотря на то, что конституции у нас нет. Сегодня его состав назначается комиссией из девяти человек, в которой у политиков и у судей есть возможность заблокировать назначение того или иного кандидата, потому что из девяти человек необходимо большинство в семь голосов, чтобы назначить судью. Это с одной стороны. С другой стороны, суд за всю свою 75-летнюю историю существования государства Израиля отменил 22 закона, которые были приняты правительством. Он, несмотря на то, что считается многими консерваторами судом-активистом, активистским судом, который очень часто вмешивается в деятельность правительственных решений, в деятельность правительства. На самом деле, по международному сравнению, он активистским судом не является. В Америке, в Германии, во Франции, в Голландии суды отменяли гораздо больше правительственных решений, чем в Израиле. Я бы больше сказал, что кризис связан, повторяю, не с вопросом о том, имеет ли право суд отменять решения правительства и кто должен назначать судей, сколько очень глубокая поляризация общества между, повторюсь, условными либералами и условными консерваторами. Чтобы понять вообще происходящее в Израиле процессы, надо познакомить наших слушателей немного с демографией нашей страны. Большую часть существования страны, скажем так, светские, составляли большинство израильского населения. В последние годы мы видим обратную тенденцию. Если в среднем у израильской светской семьи около трех детей, то у религиозной семьи 6.6. Это, в принципе, очень высокие, я думаю, даже одни из самых высоких в мире показателей естественного демографического прироста. Вы сейчас говорите об ультраортодоксах, да? Я сейчас говорю об ультраортодоксах, которые сегодня составляют около 11% израильского общества. Тогда как Израильское статистическое бюро, официальная правительственная структура, которая занимается статистическими исследованиями, говорит о том, что к 2045 году, быть может даже раньше, быть может позже, ну около, скажем так, где-то через 20-25 лет, религиозное население Израиля будет составлять уже около 30%. Это будет, конечно же, невероятная демографическая катастрофа и коллапс. Как минимум в том смысле, что ортодоксы в Израиле живут очень с замкнутой жизнью, они практически не смешиваются с другими иными группами израильского населения, они очень плохо, слабо задействованы на рынке труда, они не участвуют в обязательной службе в армии. И если эта тенденция не будет сломлена, вот этого обособления, то, конечно же, это будет катастрофически иметь результат для израильской экономики и для израильского общества. Вот на фоне именно такой демографической перспективы я предлагаю рассматривать тот протест, который проходит в Израиле, потому что, повторяю, он в основном основан на либеральных и светских группах в израильском обществе, которые опасаются, что это очень консервативное правительство, которое пришло к власти в результате прошедших в ноябре выборах, ведет Израиль к очень печальным перспективам. А можете подробнее рассказать про правительство? Что в нем такого консервативного? Потому что внешне кажется, что все как было, так и есть, и все тоже не Таньяху во главе уже вот сколько лет. И, во-первых, сам факт несменяемости Бениамина Нетаньягу очень многих вызывает раздражение. Некоторые напрямую проводят параллели с иными авторитарными лидерами, считая, что несменяемость власти приводит на каком-то этапе к ее невменяемости. Нетаньягу, да, я уже об этом говорил, что он шестую коалицию возглавил в своей политической карьере, он уже обошел Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра Израиля по сроку пребывания на главном посту в стране. Это первая претензия к Бенамину Нетаньягу со стороны условного либерального израильского общества. И вторая претензия – это к его партнерам по коалиции. Речь идет о ультраправых религиозных партиях. Религиозные сионисты – это одна партия, партия ШАС, ортодоксальные партии, партия крайне правого толка, которую многие в Израиле считают фашистской партией, партия Бен-Гвира, который занимает пост министра национальной безопасности. Претензия к архиконсерваторам, ультраконсерваторам, которые, как боятся либералы, приведут Израиль к ситуации, в которой она перестанет быть либеральной демократией. Я не готов прогнозировать, что Израиль быстро скатится к диктатуре, но вполне вероятна ситуация, что в самом ближайшем будущем эта коалиция постарается сделать так, чтобы Израиль перестал быть либеральной демократией. Третья претензия связана с тем, что Бенемин Нетаньягу и его ближайший союзник, глава партии ШАС Ария Дерри находятся в конфликте интересов в результате того, что израильская прокуратура ведет против них уголовные расследования. Против Нетаньягу эти дела еще не пришли к своему логическому заключению. Против Ария Дерри уже был вынесен обвинительный приговор. Он в начале 2000-х даже сидел в тюрьме, отбывал реальный срок. В последние годы против него было вынесено условное обвинение с условным наказанием. И, конечно же, это вполне понятно, почему многие считают, что человек, чья политическая карьера зависит от судебной власти, не может, находясь под расследованием, принимать решения относительно этой судебной власти. Вы уже назвали эту коалицию крайней правой. А как она проявила себя в таком качестве? Какими-то законами, законопроектами? Прежде всего, эта коалиция собирается принять ряд законов, которые перенесут центр власти в гораздо большей степени к политикам. У нас будет меньше, менее сбалансированы отношения между различными ветвями власти. Именно с этим связано их желание поменять состав комиссии по назначению судей, чтобы политики в ней смогли назначать удобных им кандидатур, чтобы Кнесет имел решающее слово, в отличие от нынешней ситуации, когда суд может отменить тот или иной закон. Это связано с большим блоком законов, которые будут основаны на религиозной иудейской традиции. Сегодня многие представители правых кругов не скрывают своего желания привести к ситуации, когда израильское законодательство будет отражать законы Торы. Ради примера можно назвать вопрос о том, что службу в армии надо приравнять к изучению Торы в Ешивах, вопрос о наличии гендерно-раздельных пляжей, вопрос о том, кого считать евреем. По этому поводу в израильском обществе тоже нет консенсуса. Вопрос о том, насколько, например, законы субботы можно будет нарушать, будет ли у нас транспорт по религиозным праздникам и так далее. Это все вызывает у либерала, конечно же, большое отторжение, большую настороженность. В ситуации, когда в Израиле продолжается очень сложный конфликт с палестинцами, это фон, который еще больше осложняет ситуацию. Так или иначе, в данном случае в Израиле сегодня есть процесс, который, с одной стороны, я бы назвал пробуждением либерального израильского общества, общество, которое требует принять конституцию, которое требует отделить религию от государства, которое требует, например, право расписываться как гражданская процедура. Сегодня в Израиле расписаться можно только в равеннадских, мусульманских или христианских учреждениях. Во многом мы можем провести вот эту разделительную линию по принципу светские против религиозных. С, наверное, 2011 года началась вот такая вот масштабная путинская алия, репатриация российских евреев в Израиль. Она как-то на что-то влияет или нет? Или это капля в море? Условно, население прибывших репатриантов за последние 30 лет в Израиле можно поделить на две категории. Широкими мазками. Это люди, прибывшие в начале 90-х годов, в конце 80-х, и люди, прибывшие в последние 10 лет. Вторая часть гораздо более политически активна. Они уже были даже замечены участвующими в проходящих митингах и протестах. Они выросли в демократическом обществе в большинстве своем и считают себя политически активными людьми и видят в этом саму по себе, скажем так, нормативную ценность. С другой стороны, люди, приехавшие в начале 90-х, они в большей степени пассивны в политическом смысле этого слова. Они считают в результате своего советского прошлого, что повлиять на власть мы и так не можем, наверху решают все без нас. На митинги ходят люди, которым делать нечего и так далее. Это достаточно распространенное мнение среди русскоязычного населения в Израиле. Но при этом можно было бы сказать, что русскоязычные в Израиле в своем большинстве являются светскими. И в основном настроены достаточно антирелигиозно. То есть, они выступают за светский характер государства, за отделение религии от государства. Ортодоксальные жители в Израиле вызывают у русскоязычных тоже немало негатива. Поэтому в этом смысле понятно, что либеральное общество в Израиле, либеральная часть нашего общества видят в русскоязычных потенциальных союзников. В этой борьбе против юридической реформы. Но пока что русскоязычные достаточно вяло участвуют в этих протестах. Кроме того, что русскоязычные в Израиле переживают иной кризис, связанный с началом войны в Украине. Многие люди не готовы отождествлять себя больше с русскоязычным населением. И в большей степени подчеркивают, что они являются украинцами, белорусами, грузинами и так далее. Но это, скажем так, параллельно процесс, который все еще происходит. И на этом этапе сложно предсказать, чем он завершится. О каком количестве репатриантов вообще идет речь? В общей сложности мы можем осторожно назвать цифру. От 12 до 15% населения Израиля составляют репатрианты, приехавшие, повторяю, с конца 80-х годов. Есть несколько десятков тысяч человек, которые приехали еще в 70-е. За последние 10 лет, то, что называется так называемая путинская алия, я бы сказал, что это от 200 до 300 тысяч человек. Но очень сложно отследить, сколько из этих людей постоянно проживают в Израиле, а сколько из них приехало, получило гражданство и уехали. В любом случае, последний год был, конечно, очень значимым для русскоязычной алии. По разным оценкам, свыше 100 тысяч человек приехало из Украины и России, начиная с февраля 2022 года. И, конечно же, все начинают замечать, насколько более часто русская речь на улицах. Я думаю, недалек тот момент, когда вот эти новые люди станут гораздо более и политически активными, и политически заметными. Я думаю, что к следующим выборам, которые вполне возможно не за горами, я оцениваю достаточно высоко шансы, что следующие неочередные выборы пройдут в 2024 году. Вот эта масса новых репатриантов, выходцев из стран бывшего Советского Союза, сыграет достаточно значимую в политическом смысле роль. Вот у Израиля есть главный партнер в мире, это Соединенные Штаты Америки. Как там на все происходящее смотрят? Американцы очень настороженно реагируют на происходящее в Израиле. Во-первых, это связано с большой еврейской общиной в Соединенных Штатах, которая в своей массе придерживается более либерального иудаизма, так называемые реформисты и консерваторы. Их смущает намерение данной коалиции изменить даже закон о возвращении. Это один из самых важных законов в израильском законодательстве, который говорит о том, что еврей, сын еврея или внук еврея, а также члены их семьи имеют право получить израильское гражданство. Нынешняя коалиция считает этот закон слишком либеральным, и хочет лишить внуков евреев, а также членов их семей, право получения израильского гражданства. И в данном случае этот вопрос, наряду и с другими, вызывает очень яростную реакцию среди американских евреев, которые, конечно же, очень влиятельны и могут во многом воздействовать на политику Белого дома относительно Израиля. Во-вторых, американцы подустали от Нетаньягу. У него очень непростые отношения с Байденом, с которым он знаком свыше 40 лет. Байден его считает недемократом, недостаточным демократом, и тем более вот эта связка с ультраправыми партиями не может вызывать у американцев восторга. Буквально несколько дней назад Байден даже напрямую заявил о том, что Бенемин Нетаньягу не получит приглашение приехать навстречу в Белый дом. Это добрая традиция, согласно которой в первый месяц после избрания нового правительства, формирования нового правительства, израильский премьер-министр прибывает навстречу с американским президентом. Мы уже три месяца после создания, после формирования правительства, Нетаньягу все еще не получил такого приглашения. Это, конечно же, оплеуха, которую отвесил Байден Нетаньягу. Вдобавок к этому у Байдена претензии к Нетаньягу еще со времен, когда он был вице-президентом при Бараке Обама. У Нетаньягу были очень непростые отношения с Бараком Обама. Он несколько раз даже вопреки мнению Барака Обама и его позиции выступал в Конгрессе, пытаясь убедить американскую политическую элиту отказаться от всяческого договора с Ираном, от так называемой ядерной сделки. Барак Обама тогда считал, что Нетаньягу слишком вмешивается во внутренние дела Америки, настраивая американских евангелистов против избранного президента. Так что у них достаточно непростая история и в личных отношениях. Кроме того, в Израиле оппозиция, которая сегодня представлена Яиром Лапидом, главой партии Еш-Атид, пользуется большей симпатией американского лидера, американских политиков. И, конечно же, это лишь усложняет всю картину происходящего. И я много где читал, что вот итоги этих протестов, заморозка судебной реформы – это победа протестующих. Вам так же кажется? Это большой вопрос. Бенемин Нетаньягу пока что отложил принятие реформы до конца июля. Многие считают, что это лишь тактический ход, чтобы отвлечь внимание и поубавить пылу мотивации у протестующих выходить, продолжать выходить на улицы. Есть арабская пословица, согласно которой то, что произошло один раз, может не случиться во второй раз. Но то, что произошло два раза, обязательно случится в третий. Если верить в суть этой пословицы, то Бенемин Нетаньягу, который бесконечные трюки политические использует для того, чтобы усыпить внимание своих оппонентов, я повторяю, судя по опыту, предполагаю, что это скорее отвлекающий маневр, чем его готовность пойти на реальный компромисс. Ставки с обеих сторон, кстати, подняты очень высоко. Минемин Нетаньягу и его союзники все эти годы утверждают, что именно в высшем суде справедливости, в судебной власти, в юридической власти, среди юридической элиты, которая оторвалась от глубинного народа, и сосредоточена все зло. Они в этом убедили очень большую часть израильского общества. И я не уверен, что они сегодня могут самостоятельно слезть с этого дерева, на которое они взобрались. Во многом, многое зависит от протестующих, от людей, которые выходят на демонстрации. Если они будут продолжать выходить в том же количестве, это, вне сомнения, заставит Минемина Нетаньягу рано или поздно пойти на какой-то компромисс. Но проблема в том, что, повторяю, никакой компромисс по отдельно взятому техническому вопросу, кто назначает судей или имеет ли право суд отменять законы, принятые парламентом, боюсь, не удовлетворят протестующих. Речь идет о большой массе людей, которые чувствуют нынешней коалиции угрозу своему образу жизни. Решить эту проблему на корню можно, лишь начав совместную работу над израильской конституцией. Я, кстати, хочу напомнить, что Израиль, который был создан в 1948 году, его первым основополагающим документом является Декларация о независимости, в которой написано, что до 1 октября 1948 года конституция должна быть принята. То есть это обещание присутствует в главном документе израильского государства. Это обещание от имени отцов-основателей. И мне кажется, это единственное, что может на много лет вперед решить, повторяю, все те узловые проблемы, с которыми израильское общество сталкивается в последние годы. В песне Леонардо Коэна «Гимна» есть такая фраза, что «во всем есть трещина, но именно так внутрь проникает свет». Я, основываясь на этой песне, хочу остаться оптимистом в том смысле, что этот кризис, он вывел наружу все те проблемы, с которыми израильское общество не хотело разбираться в течение последних десятилетий. И вполне возможно, что этот кризис – это замечательное время начать, во всяком случае, залечивать эти глубокие раны. Спасибо, Михаил. Это был политолог Михаил Пеливерт. Вы слушали подкаст «Что это было?». Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple подкастах, на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.